Рожденный ползать, вернее сползать. А враг на улице Смирнова после каждого дождя грозит поглотить многоэтажку. Жители говорят, что уже второй месяц пишут обращение во все инстанции, управляющие компанией, управление ЖКХ района, администрацию города. Где-то письмо должно отлежаться, где-то пройти согласование, где-то его еще не получили. Но с текстом воззвания знакомы. Теперь время жители измеряют метрами. Их осталось всего полтора до того, как дом сползет в бездну. Татьяна Молокова вооружилась линейкой вместо секундомера. Прогноз погоды для жителей дома номер 7 по Смирново как приговор. Парковка провалилась, дом пока держится. Хотя стены трещат. Яма находится непосредственно в метре от дома. То есть, соответственно, постоянные дожди подмывают фундамент данного дома, который имеет трещины уже. То есть он находится, как вы видите, на углу оврага. Никто не реагирует и не заделывает. Здесь гуляют дети. Звонок на прямую линию главе администрации. Сити-менеджер не успел положить трубку, как прорве потянулись грузовики. Битый кирпич, мешки с мусором. Местные решили, везут в соседние стройки. Взялись засыпать, чем ни попадя. Это не только не решит проблемы. Это прямое издевательство над нами. Разве можно так делать? Вот эти вот мешки. А что в мешках? Здесь должен быть песок, здесь должен быть щебень. Здесь должен быть, наверное, скорее всего, эта же дорога. Здесь, наверное, должен быть битв. Вместо того, чтобы взять, здесь что нужно? Привезти щебень. Привезти то, что по технологии полагается. Мы просто хотим уточнить. По технологии, скажите, соблюдается? То есть вы хотите сказать, что мешки мусорные? Это не мусорные, а с боем. Специально укладываются вниз, чтобы не было протечки в следующий раз. Сейчас, на сегодняшний день, песок засыпается. Будет проливка песка, уплотнение его. В дальнейшем будет укладка этой же плитки. Проливка дождем? Нет, подъедет специально специализированная машина и будет проливать. После обильных ливней видим, что происходит на Западе, в Европе, в городе Чубоксары. Так же, как и многие города, конечно, не оборудован ливневой канализацией и не рассчитан под обильные осадки. Поэтому нам приходится руководствоваться тем, что есть. И после осадков мы имеющейся техникой выбираем недостатки и приводим территорию в порядок. Битум, бетон и асфальт сюда укладывать нельзя, объясняет представитель администрации. Под землей проходит газовая труба. Тем временем телефон горячей линии раскалился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Олегович. Звонили из разных районов. Ремонт в подъезде, разбитая дорога, здесь мусор, там грязь. Качели заскрепели, продавцы обнаглели. Все к главе, на все ответ. По форме и по закону. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.